Все важные ссылочки на случай полной зленицы в описании, проходим и подписываемся, а особенно про бусте не забываем, а если лагает, переходим в телегу. Эээ, всем нашим саламчик, с вами Санчоус. И пока всякие там малолетние этноиды на свой орденштат Бургунд, О, астренгейхейм, бля, атомное оружие, бля, глобал планы, бля, и пердиксы даже не догадываются, что в принципе такая хрень существует и в реальной жизни. Про образ Бургундии с халяльными глобал планами не то, что существует, а даже вполне себе и здравствует. И идеологического радикализма там выше крыши. К сожалению, без кулинарных фестов, но вот тотальные чисточки там присутствуют. Амбиций также немало, но в отличие от кое-какого жирного пупсика, они действительно реализуются. А называется этот приколостан поистине мирового масштаба, а где он? Исламская республика, Иран. О да, эти ребята любят мировую суету навести, еще больше региональную, и в особенности у них тут есть любимчики, от которых они вообще отстать не могут. С ними еще намного предстоит взаимодействовать. Тортуем прямо сразу шизы, правительство реакционное, идеология реакционная, правящая партия, реформисты. Ну, какая страна, такие реформы, собственно. Фокусная ветка у них, бонешься какая огромная. Спасибо миллениум дауна делателям за то, что они мод так обозавели. Есть даже оппозиция и гражданская война вместе с ней, но... И по приколу даже можно бы было, но замах у нас большой, планов много, а экономика что-то какая-то слабенькая. Вместо этого во имя Аллаха лучше пояса-то подзатянуть. Шик, да. Еще ж на атомную программу тратиться. Ой, много мне понадобится шекелей. Министерство сельскохозяйственного джих... Да, а это, б***ь, как понимать. Тут еще и радикальные националисты есть, которые, в принципе, не сильно-то отличаются от нынешнего режима, но фокусов поменьше. А, б***ь, начать революцию, чтобы из тотальной изоляции перейти в еще более тотальную изоляцию. Это что, отсылка на флаг нацболов? Ля, сколько тут вариантов все-таки, просто п***ец. Ладно, это все не важно, потому что, имея слева пять политических путей, все, что справа, это, по сути, один. С фокусами один интереснее другого. Хе-хе, считай, с этого фокуса основная внешняя политика и начинается. Очень тепленький старт. Но пока никакого года крови. Во-первых, будут года, во-вторых, не нашей крови, а кефирской. Сейчас нужно развиваться, чтобы потом мощно развить мировой дж... Отперед, выполним пятилетку до ядерного мирового апокалипсиса. Армия у нас, кстати, вполне себе, ну, для такой страны. 264 тысячи, это прям хорошо. Шаблоны, естественно, говна, потому что, ну, сами понимаете, нам не до особо жирных дивизий сейчас. Но хотя бы ими много насрано. Но это только основание для той армии, которая еще с НАТО и со всеми соседями будет воевать. Ну, кроме наших друзей армян, потенциальных друзей России... Да, мы дружим с армянами. Такая уж геополитическая обстановка тут, ебутая. И маленьких подсосиков на хазбикале. Осуждаю на всякий случай, не знаю. Для России это уже, наверное, братушки, а для кого-нибудь другого, скорее всего, не очень. Поэтому тут надо как-нибудь аккуратнее со словами. Эти ребята, кстати, тоже немало чего могут. Подобие нам, но поменьше и при этом по ебуте. На бусте, кстати, по ним или будет ролик, или уже есть. Что-то я побаиваюсь на другие площадки его заливать, ну и будет эксклюзивом. Есть тут пару стран, которых лучше в публичный доступ особо не снимать. И это в чуть более года назад нормисном Миллениум Дауне. А теперь такая радость, только играй, играй. На удивление, армия у нас не такая уж и дорогая, а социалка, сука, в два раза больше жрет. Аллах, эй, Аллах, дай, пожалуйста, пару десятков долларов по-братски. Мы что, зря тебе так истого поклоняемся, что ли? Только он иранскую экономику и может спасти. Придется совсем потихонечку развиваться и чинить, вон что ли, зря у нас. Стабильный экономический рост, который не стабильный и не рост. И это при том, что со санкций на нас больше всего в мире наложили. Ну, по крайней мере, до 2022 года. И растем? Сосать Обама, обезьяна или кто у них там сейчас? Коррупция вот у нас большая, но на удивление меньше, чем у соседних стран. Пирамида власти здесь довольно-таки интересная. Первое, это революционная охранка, в смысле ксир. Второе, это антисионистский аэталла, в смысле религиозный лидер. А третье, миджилис, выборный демократический парламент. Да, в Иране, на удивление, присутствует свобода выбора, но очень интересная. Со своими, хе-хе, нюансами. Родина исламской революции, жечь, нужен баланс. Нельзя, чтобы народ своим каким-нибудь желанием дебильным нам все обосрал. Всякая там интеллигенция от нас валит массовая. Хотя мы все границы давным-давно поперезакрывали. Куда? Недооценивают великие плоды исламской революции. Сраные либерахи. Ничего, мы их так затурбинируем, что сами будем вахтать от такого патриотизма. Блять, да что такое? Опять же, хат. В этот раз строительство. Это мода, что ли, такая местная? Везде джиххат добавлять. Бафы на оборону Родины хорошие, что хорошо, потому что они нам понадобятся. Наш законно избранный президент. Культурный и экономический либерал. Откуда у нас вообще такие кадры-то взрослись? Это при том, что из-за местного ЕГЭ в вузы поступают только те, кто умеет правильно Родину и Аллаха любить. Ну и из лично наших нацдухов все, собственно. Я думал, еще что-то с ксиром связанное будет, но нету. В общем, как бы развиваемся, как бы растем, но как будто бы куда-то не туда. Хотя в перспективе, походу, как раз-таки туда. Как будто бы все не так уж и плохо, ну, на первый взгляд. Но для поставленных целей и задач определенно маловато будет. О, да. Решений, понятное дело, обосраться как много. Вот это надо будет как можно раньше жамкнуть. Офигеть. И местный парламент, на удивление, полезный. Если добазариться, траты на всякую фигню можно будет менять, даже не теряя политки. Первый раз в коемодинге парламент у меня ассоциируется с чем-то хорошим. Единственное, у кого это бюрократия, заключает в себе хоть какой-то толк. Хошерненькая. Ой, то есть халяльненькая. Эта карта про сопротивление режиму нахуй ненужная. Наоборот, это мы всему миру будем сопротивляться. Отдельное окошко для экономического либерахи президента. Это, если что, не тот, который условно недавно кокнулся. Какой-то поспокойнее и поразумистее. Ля какой дядя полезный. Ля... Сам деньги на развитие зарабатывает миллиардами. Желаю каждой исламской республике такого президента. А вот на запад дипломатов лучше не отправлять. Они еще и не вернутся потом. И еще с Ирака можно высасывать деньгу, в виде контрибуции за Ира на Иракскую. Но для этого там надо влияние поднять. А это и сделаем, потому что деньга надо. Уж мы-то ей точно лучше распределимся, чем дурак Садамыч. Натурально тот самый чел из как достать соседа, а мы тот самый сосед. Мирно у нас уживаться как-то не получается. Не, я бы его, конечно, раздал, но не успею. Еще три года, и американцы там сами начнут свою фури в пустыне. А мне придется смотреть и учиться на чужих ошибках. Ой, Садамыч поналомает еще дров. Подготовимся, чтобы нас потом так же филигранно не перечпонькали. У нас же еще соседи есть. Война была равна, воевали два Афганистана. Я бы, конечно, не хотел произносить что-то вроде «Я поддерживаю тбан». Но у нас тут все-таки ось сопротивления, а значит, надо хоть кому-то, но сопротивляться. Они вроде бы шииты или нет? Блин, тут такой винегрет религии, причем одной. Хи-тры его там разберет вообще. Определить, кто нам френд, а кто не френд, дело, в общем-то, непростое. Но вообще, Северному Альянсу все равно попрутся помогать досики с сопутствующими подсосиками. Поэтому хоть с друзьяшками, хоть не с друзьяшками, но поднасрать в Фашингтону поганому все-таки надо. Ложно или нет, но этих карандашиком записываем себя в братушки. Ну офигеть, я Иран, это мое основное дело, оказывать поддержку разным сомнительным личностям. Не могу отправить в Афганистан своих активных парней, потому что мировая напряженность слишком маленькая. Так это же есть моя основная работа, ее повышать. А то что-то все какие-то на земном шарике вялые, спокойные, неактивные, надо такое положение менять. Блядь, да это даже по игровым механикам так и есть. Мы что, у соседей в тылу свои террористические организации основывать будем? Где бы еще столько террористов-то набрать? Или текущие поддерживать? Да, вот это, конечно, высокий уровень персидской дипломатии. Мне нравится. Так, ну понятно, все будущее развитие будет развиваться в плане военки. Как говорится, гражданскими фабриками мировой джерпи не совершишь. Но армейские реформы также отходят на потом, потому что нам надо сделать так, чтобы наша экономика хоть что-то из себя представляла. Пиздец, две военные ветки. Хотя, ладно, учитывая, за кого играем, это не так уж и удивительно. А промышленность как? Добыча долларов? Блин, это уже абсолютно похуй. Не, реально, где? Я пока только третью военную нашел. Ебать. А, так вот она, рядом с сельскохозяйственным джихотом, что и неудивительно. Как я понимаю, она тут общая с оппозицией. Ну тогда как раз-таки за компанию и сельскохозяйственный джихот начнем. Тем более дело таки полезное. Так выборы в 2001 должны были быть. Вот, и тут наебали. А, это парламентский. Вот, демократию развели. Плава богу, можно, конечно, взяткой закупить нужных депутатов. Но что-то они как-то больно много просят. Столько же бы на подкупку пролов гречкой бы выделили. Да весь бы менджелиз был наш. Ой, ладно, не хнычьте, держите. Надеюсь, это действительно поможет. А то понавыбирают еще депутатов всяких независимых мне на голову. Мы еще намного можем без существенного кризиса в долги уйти. Но лучше с этим тоже не перегибать. Только начали, опять какие-то сложные выборы подкидывают. Гвуд. Это если что, правильные реформисты победили. Такие как надо. Пусть теперь себя оплачивают. Что-то у нас на пенсии как-то много уходит. Надо бы поменьше. И все-таки на это тоже надо ППшку тратить. И нахрена я тогда 30 лярдов долларов отдавал? Непонятно. Такое ощущение, будто бы прирост ППшки у меня больше, чем обычно. Ну тогда не страшно за целую одну и два в день отправить президента экономику развивать. Не зря ж его выбирали такого либерального. А механика Меджелиса по итогу только совсем чуть-чуть ППшку мне экономит. Бесполезная фигня, короче. Даже у таких ребят не получилось сделать парламент нехуйней. В смысле, какие-то там депутаты захотели увеличить расходы, уменьшить расходы. Как сказал Аллах, так и сделаем. А за него как раз-таки духовенство отвечает. Нихрена ж себе у нас траты на образование. И учитывая, что кадры отсюда валом валят, как-то оно себя не окупывает. Что-то те, у кого хоть какие-то мозги имеются, не хотят сидеть в стране осажденной крепости против всего мирового капитала. Почему-то. Хочется в Макдаке хлопнуть бургер со свининой из-за здоровья Айталы и не знаю, там еще в КС-очку погонять. Надо их либо как-то задабривать, либо расстрельные команды по всей границе. Или еще лучше, окончательно исламизировать весь мир, чтобы уже не было смысла куда-то бежать. И честно говоря, этот вариант мне кажется самым предпочтительным. Вот что-то я как будто бы экономику все развиваю, развиваю, она все больше и больше в жопе почему-то. Я вроде бы как расходы уменьшаю, а их-то меньше не становится. Ой, не нравится мне все это. Как будто бы пора финансовый джек объявлять. Президент, конечно, молодец, но все-таки не настолько имбовый, насколько бы мне хотелось. Карамно, но придется дивизии расформировать. Все равно они сейчас тупо мертвым грузом висят. Это как в ДНО или в какой-нибудь Европке. А вот когда на горизонте что-нибудь там замерцает, например, атомные взрывы, вот тогда уже можно будет и снова по полной отмобилизоваться. Правда, эта сука тоже будет дорого. Вот тогда развернемся и вглубь, и вширь. Блядь, иди нахуй, куда еще 2 миллиарда улетело? Как будто бы Аллах вместо того, чтобы мне их дать, у меня их забирает. Ну, куда делось-то? Как это на социалку 5 миллионов? Было же 4, я уменьшал! Да откуда там вообще существенные социальные гарантии-то, сука? Я их что, повысил? Это государство погубят сраные бабки, которым хочется больших пенсий. Спаси нас к стир от них. Наверное, я просто пару раз вообще не туда жамкнул. Скорее всего, в этом беда. О, как же долго политиканы решения принимают. У меня за это время успеет экономика сдохнуть. 85% было за... Да идите вы нахуй! Блядь! Вы там в своем парламенте совсем охуели, что ли? Вы меня за говно, что ли, считаете? Сука, политиканы всегда зло. 30 лярдов долларов в них вбухал. Они не могут даже бабкам пенсию снизить. Вот бы их всех подвалок сирота отправить всем скопичем. Нет, я лучше год переиграю, сейвами не повезло. Но бабки больше бабок не получат. Теперь это принципиальный вопрос. Да уж, построили, блядь, сплоченную диктатуру, ведущую войну со всем западом. Из-за социалки чуть ли до финансового коллапса страну не довели. Но вот реально, сука, когда я платил 30 миллиардов долларов, я ожидал большей поддержки своих инициатив. Какие-то добрые, недовольные, демократические гномики. Ну реально, почему я не могу их у ближайшей стенки расстрелять за неподдержку идей исламской революции? Блядь, шакалы ебливые. Я и так им уже взятку заплатил. Сука, они еще больше хотят. Зверьё! 163 места из 290 поддерживают нас. Так почему они меня нихрена не поддерживают? Вот последнее, чего я ожидал в этом прохождении, это проблем с нелояльным демократическим парламентом. Знаете, я уже во всем разочаровался. Экономическое развитие меня также нихрена не развивает. Лучше пойти в армейку и по пути крайне выгодного самодостаточного джихада. По технологиям тоже. У нас у самих нихрена не получается, поэтому будем действовать другим путем. Несчадные бессовести пизджоя. Сука, от ксира и джихада экономического профита больше, чем от парламента. Выборы, выборы, кандидаты. Вот эти двое. Как будто бы не хочется расставаться с экономическим либералом, но судя по этой планке, придется. А кто второй? О, член парламента. О, председатель правительства. Но с 70% под дэдж, а ппшки на борьбу у меня нет. Ну все, восстанусь с голой и без доляров. О, вот это добро. Только на ксир вся надежда, и экономическая тоже. Ок, и что? Блин, верните либераку, он мне денег обещал дать. Ну ладно, на самом деле не так уж и плохо, но... Миллиарды баксов не дают. И теперь можно на восток, а не на запад дипломатов отправлять. Что будет уже разумней. В смысле, куда? Да почему? Теперь все депутаты, которых я к себе переманивал, мне в оппозиции. Несколько. Шестьдесят. Треть. Ой, да иди ты нахуй. Нифига себе, это ж как много денег надо-то на извечную борьбу. И это ведь на самое интересное. А у меня опять почему-то дисбаланс скаканул с минус двух до минус четырех миллиардов. Завод построить деньги, инфраструктуру сделать деньги, 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 эти грязные зеленые бумажки. А я не хочу тратить. Ой, ну так, сформируем сейчас еще пару полезных министерств, причем, ну, реально полезных. Тут же и задаточек на создание ядерного оружия, приятненькое. А еще крио-заморозка эмбрионов? Что-то я не помню, чтобы в Коране было что-то про это написано. Может, хотя бы Китай даст денег на джек? Ну почему всегда так? Всем дают, мне не дают. Садамычу дают, а я сам пусть выбираюсь. Молодец, садик, конец. Экономическая помощь Сирии или Ванту, мне бы экономическая помощь не помогла для начала. Есть два стула. Получить аж три военных завода, но про деньги. Или выйти на черный рынок и получать неслабый черный нал прямо в бюджет, но без всяких заводиков. Знаете, заводы вообще-то купить можно, как и оружие. Да и гроши для нас проблема все-таки большая. Ну а что, санкции со санкцией наложили, и вот приходится адаптироваться или сдохнуть. И вообще-то, эм-эм, это не черный рынок, это серый экспорт. Реально, как будто бы бафы нормальные даются только от министерств, причем экономические тоже. О, Аллах, сколько же у меня фокусов на то, чтобы поднасрать Израилю. Приятно, но опять же везде, блин, нужны деньги. Капитализм, сука, победил. Чтобы свое влияние повышать, нужно сначала инвестировать, хотя лучше просто захватить. Но вот тогда уже нужны всякие приколюхи по типу Су-35, не дешевые. Во, пусть мне хизба денег даст, у них их много. Вот кого точно Аллах любит, в отличие от нас. У правоверных экономическое чудо, а у меня полная жопа. Наоборот, только мы им можем денег дать. Да куда им столько-то? Еще и бафы, а мы их раскачиваем. Но это все потом, а сейчас потихонечку начинаем к реализации глобал планов готовиться. Задолбался уже чинить экономику, да и в принципе практически дочинил. Только еще налог на джиг повысим и в профит выйдем. Мне кажется, только у какой-нибудь Америки бабла хватит на то, чем мы тут собрались делать. Я только сейчас понял, что именно на вооруженные силы у меня две ветки. На восстановление и подготовку к большим делам и просто чтобы было. Вот такое же желание и в экономику. Сейчас бы как в Хазбекале бы жили. В сфере спецслужб перед тем, как выходить на большую арену, сначала обезопасим свои же университетики. И как показывает история Ихо и Модинг, О да, этим надо заняться сразу же. А то делаем исламскую революцию, делаем, а потом хуяк и свои же прогульщики пар нам всю малину ломают. И такое не раз было уже. Считая из-за таких же прогульщиков, нынешний режим к власти пришел. А больше нам и не надо. Но первым агентом, естественно, сразу же Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи внедряемся в Израиль. О-о-о-о! Раз я... И сразу же, прямо с ходу, кибератакуем кошерных. Напи***ца. А-а-а, нет. Это лучше уже прожимать, когда у нас реальная война начнется. А раз уж так, раз уж деньги появились, будем потихонечку, полигонечку НАЧИНАТЬ! Только вот каким способом будет эффективнее шатать лодку сианистской стабильности? Через ось сопротивления или через потенциальную ось сопротивления? Во втором так, до возможностей больше. Даже против Саддама, чем переворот можно устроить. Ну не, не успею. Тут уже кое-какие другие ребята этим делом займутся. А что таки подешевле будет? Израиль? Хотя тут нету Израиля. Тут только те, на кого мы можем непосредственно повлиять. Ну да, сформировать свою Хазбекалу где-нибудь под Тель-Авивом будет сложновато. А почему палестинцами нельзя это, пробивной таранчик сделать лютый? Как по мне, идея лютая, имба. Не, как я понимаю, с Израилем это реально Хазбекала. И потом всё. Самое весёлое, но потом. Ну вот опять эти сложные выборы. Так много всего разного и такого интересного. Ну ладно, чуть-чуть поможем нашим самым лояльным масикам. Тем более по оси сопротивления ещё какие-то решения обещают. Так, и что мы можем сделать с нашими абсолютно недобрейшими гномиками? Иностранных ебанков-радикалов, что ли, набирать и всё? Эх, такое себе, я большего ожидал. А не, вот оно. О, а вот это добрая просьба. Финансовая помощь, да хизб... Да, не богаче, чем Швейцария. А вот оружие им надо, да. Пробивным ребятам аж на полтора ярда выделим. И можно пополнить нашу весёлую кампанию сирийцами. Раз уж мы до них дотянуться не можем, то хотя бы эти микрочепзики. О, опа. Чё ты ссышь? Не ссы, объявляй войну Ливану. Вон Америка же не зассала. А, они друг другу независимость гарантируют. А, офигительные претензии на войну получаются. А так бы нам вообще не помешало расширить удел у Израиля. Сюда, быстро это они. Вот этим нашим союзничкам, да, экономическая помощь уже нужна. А вообще хитраристики могли бы поделиться. У их лидера один перг лучше другого просто. Вот, считай, расширились. Рак бы ещё прижать, но это потерпит. Раз уж Сирия теперь в нашей спере влияния, то, ну это. Можно их начать потихонечку подчинять. Лучше бы мы им эти деньги просто так отдали. Практически миллиард на процент. Вот они, сука, оборзевшие. Надеюсь, переворотом нужных челиксов оно себя окупит. Ах вы хитрые шнобели. Быстро, блин, массат работает. Ящеры активно так готовятся к войне. Ну, не против русов, а персусов там, не знаю. Истинных наследников пророка Мухаммеда, короче. А значит, нам надо приготовиться ещё лучше. А, так бафы действуют вообще на всех членов оси. Ой, что-то это напоминает. Но тогда Башару надо побольше накинуть. А то он... О-хо-хо-хо. Ладно, молодец. Но он, к сожалению, сам по себе такой не сильно здоровенький паренёк. Офигеть, он сам мог это сделать. Ну ладно. Надо ему на заранее подстилочку подготовить. Если вдруг так случится, что против него восстанет половину страны. Хм, инвестиция Турции. Вообще звучит как-то подозрительно. С одной стороны, они нам исторически, ну как бы, совсем не друзья. А с другой стороны, гражданский завод и не помешает. Ладно, мы примем ваше предложение. Но знаете, что со значительной частью недоверия? Почему мне уже в пятый раз показывается ивент про выборы в Чечне? Ты кто такой, дядя? Путин, тебе что, совсем что ли похуй, что у тебя под боком творится? Ещё и западник, блин. В прошлый раз, когда Россия не уделяла достаточного внимания Чечне, там много чего успело произойти. Я, короче, окончательно сформировал КСИР с его решениями. И их камфом, то есть дж... А как это, Ахмад? Там же уже Рамзан успел поправить. Аномальная зона, блин. А кроме этого достижения, также достроил первый иранский бизнес-центр. Вот он стоит. И по итогу наша экономика превысила, блин, триллион долларов. Спасибо дж... Сейчас посмотрим, что там у КСИРа по решениям. И думаю, на этом можно будет постепенно завершаться. Да, полвидео ушло на борьбу с обоссанным обтранным обтранным парламентом. Мать его. Ну и вы тоже должны понимать, на канале какой румыны присутствуете. Опа, вовремя-то я решил заканчивать. Садамыч на мне, конечно, не бро, но эти-то еще больше не бро. А может... А может и можно ему помочь. Девять дивизий, ахуеть. Это все КСИР благодатный работает. Своих не бросаем. Держи, брат. Свободные народы ближнего востока вместе против мирового гегемона. Была бы, конечно, воля, мы бы друг на друга накинулись и начали душить. В смысле, уже второй раз. Но джихад это магия и дружба. Особенно если антиамериканский. Ой, в канцелярии перепутали и сначала не тем отправили. Вот бы было забавно, если бы они приняли. Эх, знакомые все места. Тут же я был, когда за Садамыча стримил. Героические месяцы сопротивления. Надеюсь, сейчас будут не менее героичней. А шо, по КСИРу? У-у-у. Можно х***нуть ракетами по Азербайджану? Но зачем? Дроновая атака? Захватить израильских чиновников? А почему в Азербайджане? А, они ведь дружат, точно. Хусейник, которого еще Трамп ракетами не распилил, можно отправить туда, делов наводить. Все ради снижения влияния Израиля. Не, ну я понимаю, конечно, что мы боремся с сионизмом. Но мне бы хотелось какого-то более очевидного профита. А и Ордания? Один в один то же самое практически. Это вроде бы реально, никак ничего не сделает по существу, поэтому и пох. Ля, ксир-то имбушечка. Мне прям нравится. Сейчас оно нам надо будет. Ну, кстати, братские ираны иракские народы отбивают атаку злобных капиталистов. Одной австралийской дивизии, но все-таки отбивают. 334 слуги Идриса поужухалось. На этом замечательном моменте можно и останавливаться. По-настоящему большими делами будем заниматься уже в следующий раз. А ну, пока. Пока. Пока.